Угадайте, что это будет. Привет, ребята, вы на канале Рыбакит. Мы рисуем сейчас интересную, интересную работу. Я рисую печенюшку, печенюшку на Новый год. Так как вообще трансляцию я хочу посвятить еде, я хочу нарисовать печенюшечку. А печенюшечку печенюшного человечка такого. Нарисую новогоднего Бенди. Новогоднего Бенди, я не знаю, может быть, нарисую, пока я не знаю, как он выглядит. Но я хочу просто печенюшечку нарисовать. Давайте сейчас, в принципе, печенюшечка не хуже Бенди. Так что пока что рисуем печенюшечку. Почему я ее выбрал? Потому что это новогодняя еда. Хотя мне иногда жалко есть такого печенюшечку, когда мне достается. А мне не так часто достается печенюшечка, потому что сейчас их съедает больше мои дети. Редко достается печенюшечка, но я рисую ее и думаю, вот, может быть, нарисую, и тогда мне достанется печенюшечка. Вам тоже советую. Нарисуйте со мной печенюшечку, и вам обязательно в Новом году достанется печенюшечка. Печенюшный человечек, я знаю, я с ним познакомился, мне кажется, в Шреке Именно в Шреке я его увидел первый или второй раз До этого я увидел, что есть какие-то печенюшки, но то, что он там здорово разговаривает, веселится, хохмат пускает Я его тогда и запомнил Печенька, няшка-печенька Да, няшка-печенька, но будет не такой няшный, как кавайный, а просто такой классический Я попытаюсь что-то декоративное сделать, чтобы он был такой прикольный и красивый Но в то же самое время такой сложный для повторения, чтобы можно было, когда вы рисуете Вот сейчас, например, я нарисовал голову, я нарисовал шарики Вы можете за мной повторять, это все здорово, это полезно А сейчас я буду его развивать Развивать технически Вот я думаю, вот здесь сделаю такие ручки Это рукавчики, здесь тоже сделаю рукавчики Сейчас я сделаю толщину, покажу ее, как она будет идти Лучше всего, чтобы вы, конечно, тоже со мной желали повторять И для этого я и трансляции делаю, потому что я могу спокойненько сидеть и так рисовать Что я часто делаю Но все-таки мне хочется, чтобы вы спросили что-то интересное, я бы мог ответить что-то, я бы мог спросить у вас, вы ответили К примеру, какой-то интерактив из-за этого и из-за того, что вы можете посмотреть, как это все в реальном времени происходит И прям таки поясовать со мной Еще раз одним словом завлечь вас к рисованию Что трудно сделать, потому что многие ребята сейчас смотрят просто YouTube и не рисуют К примеру, ну, к примеру, они хотят смотреть, как рисуют Они хотят рисовать, они смотрят, как рисуют Они хотят играть, они смотрят, как играют А сами не играют Ну, к примеру, в игры Ну, зачастую сейчас, мне кажется, такая тенденция есть Но не будем о печальном Сейчас все-таки новогоднее представление Я про еду сегодня хотел поговорить Так что вы можете участвовать в моей трансляции тем, что будете писать не просто комментарии Вау, передай мне привет Это, конечно, хорошо, и я могу этим заниматься Но не целую трансляцию, это довольно скучно будет Если вы напишите свою любимую новогоднюю еду А если вы нарисуете свою любимую новогоднюю еду Например, уже кто-то писал про оливье Оливье, да, оливье Тоже я люблю салат оливье, конечно же То, как бы, еще будет, еще лучше будет Так что давайте, пишите, какая вам еда нравится на Новый год И рисуйте, лучше всего рисуйте Я буду посмотреть и, конечно же, буду оценивать и говорить Больше лесных слов о еде, которая нарисована Потому что, когда просто скажешь, например, о оливье Это не очень хорошо, а если нарисовать оливье Или приготовить, это, конечно, еще лучше Тогда это будет просто супер Я нарисовал человечка Смотрите, он такой вот с толщиной Ничего сложного я еще не нарисовал Но это еще не конец, потому что мне хочется нарисовать продолжение Мне хочется нарисовать здесь точечки ему Чтобы показать, что он такой немножко неровненький Точечки нужно раскидывать сначала плотно Потом потоньше, 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 потоньше Как бы так вот здесь тоже И вот здесь тоже я сделаю такие вот точечки И он такой будет уже совсем более натуральный И еще сейчас я добавлю штриховку Это немножко сложнее, но все-таки Так, все-таки это можно сделать И мне нравится это делать Со штриховкой все это делать Так что давайте я добавлю еще Мне хочется сделать такую полноценную гравюру картину Чтобы она была такая более Разнообразная в графическом плане Потому что я, конечно, рисую И могу рисовать очень простые рисунки Но если вам уже 9 лет А как вы знаете, я сделал на своем канале опрос И оказалось Опрос, сколько тебе лет Такой вопрос сейчас можно задать И мне написали многие ребята Больше тысячи написали Что им много лет уже И они взрослые уже Я думаю, ну надо что-то повзрослее придумывать тогда для них И за счет этого я хочу Сделать что-то интересное Именно сейчас для взрослых ребят Так, так Надеюсь Надеюсь у меня получится Давайте так Мы сделали уже хорошо Сейчас буду продолжать Продолжать я буду вот такими штришками Если вы не остановитесь И будете рисовать много штришков То у вас получится По три штришка в разные стороны Это забавная история Потому что по три штришка в разные стороны Довольно трудно нарисовать Чтобы они не пересекались И были такие вот штриховки Видите, видите, вы у меня здесь пресеклись Уже будет не так красиво Постарайтесь сделать Я не знаю, есть ли у вас Скрочнот дома Так Так Я сейчас быстро рисую Конечно же Но вы можете ставить на паузу И успевать со мной И рисовать свои работы Если у вас есть В общем Я так посмотрел Что очень много ребят С 9 до 13 лет Может быть там С 8 до 13 В общем много ребят Которые взрослые уже Я так считаю Что 13 лет Это или там 9 лет Это уже большой человек взрослый И он уже множит многое И я подумал Что нужно уже Усложнять технику рисования Потихонечку буду Добавлять Все сложнее и сложнее Буду рисунки делать Не то чтобы специально Нагонять сложности Но буду постараться Что-то давать И посложнее Что можно нарисовать Ну может быть Говорить о больше Каких-то Взрослых темах А до этого Как бы я иногда рисую Для годовалых детей Тогда получается Я должен разговаривать Все-таки Чтобы они меня слышали Добрым голосом А сейчас я могу Ругаться Как все учителя Кричать Бить указкой Детей Ну хотя я это Конечно не хочу делать Хочу только веселиться И радоваться Вот такая работа У меня получилась Смотрите Так Валя Это Песочный человечек Мне 7 пишут Сейчас я ребят Почитаю ваши Комментарии В процессе В перерыве А сейчас я просто покажу Что он переливается И нужно Что такое Скрэйчнот Я всегда рассказываю Скрэйчнот Это такая Гравюрная техника Очень упрощенная Но очень радостная Мне она приносит Очень много радости Посмотрите Она переливается Работа получается Суперская Вам не надо Не пачкаться Никакой грязи Немножечко только Мусора Но это не страшно Смотрите Он прям классный Неповторимая работа Получается И это очень полезно Для ваших Технологических Узнаваний Скиллы Изучать Ваши Навыки Развивает Очень сильно Понимаете Так что Кладем вот так Назад Вероятно В конце трассляции Мы посмотрим Что я нарисовал Может быть Не будем смотреть Но вот Мне очень нравится Такой человечек А сейчас я почитаю Ваши комментарии Давайте Перерыв И читаю комментарии И передаю приветы Так как